Это спортивные известия. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Мария Берник оформила золотой дубль на юношеском чемпионате Украины по шахматам возрастной категории 16 лет, который завершился в Черновцах. Харьковщанка выиграла соревнования по блицу и быстрым шахматам. При этом в блиц-турнире она набрала максимальные 9 очков. В классической игре Берник заняла итоговое четвертое место. Дарья Лопотецкая пробилась в четвертьфинал турнира Айтео с призовым фондом 25 тысяч долларов, который продолжается в японском кофу. Обыграв накануне лидера посева Тайланг Кулуксико Кумхум, в сегодняшнем втором круге 15-летняя харьковская теннисистка нанесла поражение старшей на 5 лет бельгийке Ларри Салден. Воспитанница теннисного клуба «Уникорд» была сильнее в трех партиях 6-2, 3-6, 6-2. За выход в полуфинал Лопотецкая сразится с представительницей Тайваня Ли Джень. В стартовый день чемпионата Украины по тэквондо ВТФ, который проходит во дворце спорта «Локомотив», харьковчане добыли в элитной группе одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Денис Варановский одержал победу в весе до 74 килограммов. В финале ученик Виктора Шевченко и Андрея Долгополова не оставил шансов днепровскому спортсмену Алексею Бабенко. Варановский победил со счетом 15-6. «После подготовки в Турции и Египте чемпионат прошел довольно легко. То есть в тактическом плане, я думаю, получилось немного подрасти. Поэтому два боя досрочные, третий с небольшими усилиями. В принципе, я бы сказал, что подготовка свою дает. Международный рейтинг, международный турнир, на котором были лучшие олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены Европы и Азии, дали свое». Василий Котяш в родных стенах добыл серебро в категории до 54 кило. В напряженном финальном поединке действующий чемпион Европы среди молодежи уступил 3 балла Тарасу Мальченко из Запорожья. 21-24. Бронзовые медали в копилку харьковской команды добавили Никита Жупиев, Роман Фалько, Артем Панасенко и Елизавета Таратута. Всего за награды чемпионата Украины по тэквондо ВТФ сражается свыше 2000 спортсменов из 20 областей. Победители и призеры определятся в семи возрастных категориях. Окончательные итоги станут известны в воскресенье. Женский баскетбольный клуб ХАИ в домашних матчах 13-го тура Высшая лиги Украины обыграл дважды Николаевскую из Дюшор. В стартовом поединке подопечные Леонор и Чек были сильнее со счетом 87-69. Повторную игру выиграли с преимуществом 14 очков 71-57. В турнирной таблице БКХАИ занимает второе место. Баскетбольный политехник в предпоследнем туре регулярного чемпионата Украины в Мурской суперлиге встречался на выезде с черкасскими мавпами. В трех предыдущих очных встречах нынешнего сезона подопечные Владимира Коваля дважды обыгрывали действующего чемпиона. Очередной поединок также прошел под диктовку харьковской команды. Ключевой стала вторая четверть, по итогам которой политехники оторвались на 8 очков 51-43. После большого перерыва хозяева отчаянно бросились в погоню, но политехник победу не отдал 91-89. Самыми результативными игроками в харьковской команде стали американские легионеры Делван Грэм и Телджан Кромер, которые заработали 25 и 21 игровой балл соответственно. Мы сегодня были одной командой, да что-то где-то у кого-то не получалось, но мы друг друга поддерживали и на скамейке. И скамейка была вместе с теми, кто находился на площадке, была поддержка друг друга. За счет этого, я думаю, что нам удалось победить такую сильную команду, как Черкасск. Набрав 35 очков, политехник поднялся с 8 на 7 место. У единоличного лидера таблицы южненского химика на 11 баллов больше. В заключительном туре регулярного чемпионата харьковские баскетболисты сыграют в пятницу с Киевбаскетом в гостях. На чемпионате Украины по плаванию среди молодежи, который состоялся в Днепре, харьковчане завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Трижды на высшую ступень пьедестала поднимался Максим Голубничий. 16-летний воспитанник с дюшор Спартак выиграл заплывы на 200 и 400 метров комплексом, а также 1500 метров кролем. Особенно убедительно Голубничий выглядел на полторашке. Ставшего вторым местного пловца Александра Гергеля, харьковчанин опередил на внушительные 25 секунд. Две победы в Днепровском бассейне одержала Карина Снитко, которая не была равных на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Еще один спартаковец Герман Фень переместовал на 100 метровке на спине. В общекомандном зачете харьковские пловцы заняли третье место после сборных Днепропетровской области и Киева. Среди спортивных школ и клубов дюшор Спартак была вне конкуренции. Всего в молодежном чемпионате страны по плаванию участвовали 522 спортсмена из 22 регионов. Сегодня все о спорте. Удачи вам и новых ярких побед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова